День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в это воскресенье в Беларуси. Чем сегодня живет Барановичская районная ЖКХ, узнала наша съемочная группа. Экспозиция, посвященная жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, начала работу в средней школе номер 21 города Барановичи. 21 марта в Барановичском государственном университете прошел праздник весны и наступление Нового года на Аврусбайрам. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан состоится 30 марта. Жители Барановичского региона смогут обратиться за помощью к правовому инспектору труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Екатерине Шестак. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. А также при необходимости решения проблемы могут быть привлечены представители прокуратуры. Встреча состоится с 9 утра до 11 на базе УАО «Автобусный парк» города Барановичи по адресу улицы Тельмана, 102. Предварительная запись по телефону 657715. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в это воскресенье в Беларуси. Работа представителей этих профессий тесно связана с созданием комфортных условий жизнедеятельности населения и предприятий. Благодаря их работе в наши дома приходит тепло и уют, улучшается качество жизни, благоустраиваются улицы, а у жителей всегда есть возможность получить все необходимые бытовые услуги. Чем сегодня живет Барановическая районная ЖКХ, узнала наша съемочная группа. Они обеспечивают дома теплом и водой, делают нашу жизнь более комфортной, а города и деревни краше и уютнее, убирают их, благоустраивают дворовые территории, асфальтируют улицы. 26 марта свой профессиональный праздник отмечают и люди, которые связали свою жизнь со сферой ЖКХ. Работа непростая, но отчасти люди воспринимают результаты труда специалистов данной отрасли как должное. Так, Барановическая районная ЖКХ специализируется на оказании услуг по тепло и водоснабжению, водоотведению, обращению с ТКО и техобслуживанию жилфонда. Кроме основных, предприятие предоставляет дополнительные платные услуги. Прежде чем до потребителей дойдут благо цивилизации, большую работу в этом направлении выполняет Мария Жижа, заместитель директора по экономике Барановического районного ЖКХ. В этой области женщина трудится уже 16 лет. Ее результативная работа не была не замечена. В преддверии праздника во Дворце культуры профсоюзов Мария Викторовна была отмечена нагрудным знаком «Гоноровый работник жилево-коммунальной господарки». Работа в ЖКХ для меня очень интересная, потому что она связана как и с работниками нашими, и также с населением. Очень приятно, когда от населения поступают положительные отзывы. Тогда и работать хочется лучше, и идешь навстречу всем. Но, конечно, у нас бывают и нюансы. Хочешь как лучше, но, кажется, для нас это говорится как лучше, а людям что-то не нравится. Поэтому мы стараемся как-то идти навстречу им и улучшить свою работу. Барановичская районная ЖКХ выполняет большой объем работы, так как оказание услуг по теплоснабжению производится 42 котельными. На балансе предприятия водоснабжения обеспечивают 103 водозаборных скважины, 63 водонапорные башни, 12 станций без железования, 4 резервуара чистой воды в двух населенных пунктах. Стремиться есть к чему. В рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы в текущем планируется строительство двух модульных котельных в городском поселке Городище и агрогородке Лесная, а также 5 станций без железования в деревнях Новая Мыша, Севрюки, Ястребель, агрогородке Крошин, поселке Первомайский. А в агрогородке Русино появится скважина. Кроме того, в текущем году будет произведена замена 4 километров теплосетей, введена в эксплуатацию после капремонта 3,5 тысячи квадратных метров жилья. В рамках реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» под программой «Чистая вода» мы осуществляем строительство станции без железования в деревне Новая Мыша. С начала реализации под программы мы построили уже 12 станций. И задача наша обеспечить 100% обеспечение населения качественной питьевой водой. В существующем году, в текущем году, с апреля месяца мы приступим к работам по строительству станции в деревне Севрюки в агрогородке Крошин. В деревне Новая Мыша основная часть масса работ выполнена. Остались работы у нас по благоустройству территории, по общестроительным работам павильона водозаборной скважины. После строительства вся Новая Мыш будет получать воду из двух скважин, прошедших очистку через станцию без железования. Вода будет обезжелезена, избавлена от запаха, привкуса, мутности. И чистая с новых резервуаров чистой воды будет подаваться населению. К Барановичскому району ЖКХ есть чем гордиться. Так, по итогам работы за 2022 год, осуществлен ввод после капремонта всех запланированных жилых домов – 1600 квадратов. В прошлом году были закрыты все мини-полигоны предприятия. Жителям Барановичского района не стоит волноваться за комфорт и уют в своих домах и на улицах, пока на своих местах работают такие ответственные сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Сообщить о нарушениях и недостатках во время подготовки и проведения посевной кампании можно с 23 марта на короткий номер 191. Звонки принимаются в будние дни с 9 утра до часа дня и с 2 часов до 6 вечера. Полученная информация будет оперативно изучена и рассмотрена работниками Комитета государственного контроля. Экспозиция, посвященная жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, начала работу в средней школе номер 21 города Барановичи. Торжественное открытие выставки «Забвению не подлежит» состоялось 22 марта, в День памяти, приуроченной к 80-й годовщине хатынской трагедии. В основе информационного наполнения выставки лежат исторические факты, сведения о концлагерях, воспоминания очевидцев. «Забвению не подлежит» экспозиция, посвященная жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, начала работу в средней школе номер 21 города Барановичи. Торжественное открытие состоялось 22 марта, в День памяти, приуроченной к 80-й годовщине хатынской трагедии. Важное событие вместе с учащимися и педагогами учреждений образования разделили бывший малолетний узник концлагеря «Заричи» Петр Бедрицкий и заместитель Барановического межрайонного прокурора Ирина Новицкая. Деревня Хатынь – это символ трагедии белорусского народа и прямое свидетельство целенаправленной политики его геноцида в период немецкой оккупации. И мы должны помнить историю нашей страны, должны ее чтить. Очень отрадно, что сегодня в учреждении образования средняя школа номер 21 города Барановичи открывается выставочная экспозиция «Забвению не подлежит». На этой прекрасно оформленной экспозиции запечатлены правдивые факты о той трагедии, которую перенес и пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. Мы надеемся, что таким образом каждый день, знакомясь с материалами экспозиции, учащиеся школы будут вспоминать о том, какой подвиг совершили их предки и будут воспитывать в себе патриотизм и стараться сохранить историю своей страны в своих сердцах с тем, чтобы не допустить развития нацизма и фашизма уже в Новой Белоруссии. В экспозиции представлены итоги совместной работы сотрудников прокуратуры, педагогов и учащихся средней школы номер 21. В основе информационного наполнения выставки лежат исторические факты, сведения о концлагерях, воспоминания очевидцев. Фотографии, литература, хроника – все повествует о страшных военных событиях. Своими воспоминаниями о пережитом в концлагере Азаричи поделился бывший малолетний узник Петр Мануилович Бедрицкий. Когда он попал в центр массового принудительного заключения, ему шел девятый год. В лагере размещалось более 50 тысяч человек. Люди спали на земле под открытым небом. В страшных муках они погибали от холода, голода и болезней. Трупы были повсюду. Люди снимали с них одежду, чтобы согреться. Здесь оккупанты применили и биологическое оружие – эпидемию сыпного тифа. Настоящий конвейер смерти. Лагерь просуществовал недолго – 10 дней. Но, казалось, ужасу не будет конца. Дни, проведенные там, казались вечностью. От коричневой чумы Азаричский лагерь смерти был освобожден 19 марта 1944 года. Этот лагерь чем знаменит, понимаете, что там не было ни одного строения, кроме караульного помещения, где немцы несли охрану этого лагеря. Колючая проволока была, два ряда, понимаете, так. Заболоченная местность, вот, редкая леса, леса, и привозили, значит, хлеб горький, белый, понимаешь. Потом, как оказалось, это были с дерева, опилки, с опилок, понимаете, так. И самое страшное, что всех обитателей этих лагерей, понимаешь, так заразили цепным тифом, который больных привозили оттуда, с Рогачева, с Жлобина, понимаешь, с Красного берега, из других городов, понимаешь, вот, чтобы заразить Красную армию, чтобы остановить наступление советских войск. Чтобы остановить эпидемию тифа, в окрестностях Азаричи было развернуто 25 военных лагерей. Всего из азаричских лагерей смерти было освобождено около 33 тысяч советских граждан. Жертвами стали более 20 тысяч стариков, детей и женщин. Во время Великой Отечественной войны на территории нашей страны гитлеровскими оккупантами было создано более 260 конвейеров смерти и мест массового уничтожения советских граждан. Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Беларуси в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Выставка в средней школе номер 21 призывает молодежь помнить, что в современном мире такое никогда не должно повториться. В Брестской области в нынешнем году планируют построить более 1100 квартир для сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. По словам губернатора, делается это для создания таких условий, чтобы выполнению задач людей в погонах ничего не мешало. Их семьи должны жить в комфортных условиях. Президентам поставлены четкие задачи, мы их будем выполнять, сказал Юрий Шулейко. Возводить такое жилье будут по мере необходимости. Строительство предусмотрено в Бресте и в других городах области. 21 марта в Барановическом государственном университете прошел праздник весны наступления Нового года на Аврус-Байрам. Студенты из числа иностранных граждан показали свою национальную самобытность, колорит, творчество, исполняя номера в разных жанрах. Праздник продолжился по-семейному. Молодые люди угостили присутствующих национальными блюдами. Новый год для белорусов – это зимний праздник, который ассоциируется с пушистым снегом и крепким морозом. Однако Новый год можно встретить и в марте. 21 марта отмечается Наврус – праздник тюркских и иранских народов, символизирующий наступление весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю. Ежегодно в этот день в Барановичском государственном университете организовывают яркое мероприятие. И в этот раз по случаю такого замечательного события студенты из числа иностранных граждан показали свою национальную самобытность, колорит, творчество, исполняя номера в разных жанрах. С праздником присутствующих поздравила проректор по учебной работе Баргу Оксана Наранович. Благодаря иностранным студентам, которых у нас на сегодняшний день более 60 человек, белорусская земля получила еще один теплый, красивый весенний праздник. Благодаря этим студентам, которые прекрасно себя зарекомендовали и на научном обрище, и в учебных аудиториях. И каждый год дарят нам новые танцы, интересные выступления, замечательные кулинарные изыски. Мы можем пробовать. Более 10 лет мы приобщены к этому празднику. Все участники праздника весны, обновлений, изобилия и всеобщей радости продемонстрировали яркие национальные костюмы, танцевальные и вокальные номера. А главное – любовь к родной культуре, гордость за свой народ и уважение. Праздник продолжился по-семейному. Иностранные студенты угостили присутствующих национальными блюдами. Здесь были плов, долма, а также лепешки, которые обязательно присутствуют на праздничных столах. Вот так вдали от дома студенты из разных стран дружно отметили наврус Байрам. В Брестской области около 10 тысяч школьников смогут централизованно отдохнуть и оздоровиться во время весенних каникул, которые продлятся с 26 марта по 2 апреля. На базе учреждений образования будут организованы детские лагеря с дневным пребыванием. Ребята смогут отдохнуть, набраться сил, проведя время с пользой и интересом. Не останутся без внимания и вопроса безопасности. В гости к школьникам будут приходить и проводить профилактические беседы сотрудники правоохранительных органов, освод и спасатели. Детям предложат экскурсионные и туристические поездки. Им покажут достопримечательности Брестской области. Они побывают в знаковых местах Беларуси. Кроме того, в Брестской области уже идет подготовка к летней оздоровительной кампании. К этой работе приступили еще в прошлом году. Определено необходимое на подготовку финансирования. Территория оздоровительных лагерей, здания и сооружения приведут в порядок. Отремонтируют или заменят мебель и оборудование. Всего в Брестской области насчитывается 22 стационарных лагеря. Летом в юго-западном регионе намерены оздоровить более 65 тысяч детей. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова